Конечно, я езжу по всей стране, посмотрел внимательно и убедился в том, что Магнитогорск, он не ленивый город, достаточно не ленивый город, потому что мы занимаемся и мы экономим, по сути мы должны были экономить, и это только вот в сказках садового леса о том, что нам необходимо все покупать. Зачем? Если я в действительности экономлю, если в этом году благодаря хозяйству каждый день, каждый месяц у меня 10 тысяч экономий, картошка, свекла, морковка, вот, хотелось бы еще помидоры, огурцы, перцы всякие там, а я знаю, как все это делать, вот. И так же езжу по всей стране, съездил в Краснодарский край, посмотрел, краснодарцы, они не любят экономить, представляете, да, они могут урожай собирать два раза в год, но не делают этого, почему, непонятно, а мы умеем это делать, и даже невзирая на то, что сейчас у нас кто там, председатель сельского хозяйства, в смысле тот, кто занимается сельским хозяйством оттуда, я посмотрю, как это дело у него получится, но тем не менее, мы это делать умеем, А как мы это делать умеем? Благодаря теплицам, а теплицы мы берем здесь, на Холмогорского, 3, где это располагается, вы все это дело прекрасно понимаете, за моей спиной, налево получается, выезд в сторону Челябинска направо, орнодекистская часть от города Магнитогорска, левобережная часть. И возникают замечательные вопросы, почему они такие, да потому, что не понимают люди ответа, в Турции все растет под парниками из стекла, все растет, поднимите-ка там такие, не получится, ну так растет ведь все. Описываю события, это произрастает на гидропонике, поливайте и результат будет супер. А какая красивая теплица, сказал мой сын, и он думает правильно, это очень крутая теплица, представляете, такую себе поставили, у вас уже и огород здесь, у меня такой нету. Вот, кроме всего прочего, сейчас мне рассказываю, что у нас все это дело сгорает, все так мне говорят, что теплицы большие, они сгорают, потому что, я говорю, а почему они могут сгорать, по одной простой причине, теплицы, которые были у нас из стекла, они не разбираются, представляете, у них нету вот таких вещей, то есть, сейчас покажу. Вот таких вещей у них нету, понимаете, нету таких вещей, вот вы не сможете открыть сверху, а здесь-то все делается, не буду показывать, вы все это делали, видели и ранее. То есть, это супер теплица, она сделана для вас, кроме всего прочего, вы сюда приезжаете, и здесь, в отличие от мест, где теплицы продаются, здесь все делают для вас, то есть, сходите чуть побольше, вам это все сделают. Понятен результат, где это делается, здесь, на Холмогорского, три. То, что находится за моей спиной, это не для того, у кого большой участок, представляете, ну там два, три, три, четыре сотки, да, больше не получается, у некоторых еще и меньше получается. Это наши кооперативы вам предлагают, на четырех соток дом построить, можете ставить. Но с другой стороны, как поставить, вот такой теплиц, ставьте, либо эта сторона будет к забору, либо это и будет ваш забор. Представляете, вот такие штуки поставили, и все нормально. Цена вопроса, 19-600, попробуйте забор поставить за эту сумму, ну, не получится, цена вопроса будет гораздо дороже. Вот, ну, а если большой, большой огород, и вы хотите себе сделать красиво, это, конечно, круче, это серьезно стоит денег. Просто здесь нет вот этого перекрытия бокового, представляете, да, нет его. Здесь помидоры, три ряда можно садить, и они нормально вырастут, представляете, пожалуйста, все для вас. Итак, за вашей спиной вы какие-то новиночки все время придумываете, да, я их раньше не видел, но это вообще какая-то крутизна, да? Нет, мы вам просто ее не показали, держали до последнего в секрете. У нас зимы бывают снежные, чтобы не продавило, ее сделано куполом, куполом, и у нас мало в садах, порой места, двери некуда открыть впритык к стене, ну, вот сделали двери раздвижными. Ну, и все-таки, для тех, кто не понял, добро пожаловать в инженеринг. Весь горячий воздух поднимается вверх. Первый вариант, который мы вам показывали, делаем вытяжные фонари. Вытяжные фонари – это надстройка над теплицей с ворочками во длину лево-право. Или можно сделать, вот как в этом варианте, тоже верхние форточки. То же самое, открываем, весь горячий воздух устремился вверх, и моментально проветривалась ваша теплица. И в очередной раз я скажу вам спасибо за то, что вы что-то придумываете, потому что у других теплиц абсолютно одинаковые, а у вас что-то новенькое. Ну, надо выживать, конкуренция, вот поэтому и думаем. Кстати, вы-то должны понять следующее. Да, здесь можно приобрести теплицы в любых наименованиях, и, короче-то, никто не сделает. Но здесь есть и метальчик, не магнитогорский, а найти-то легко. Не у каждого магазина есть свой склад, а так – заходите. И вот мы говорим о тех, кто не может себе купить теплицу. Ну, нету денег таких, понимаете? Ну, зато есть большие парнички. Причем парнички здесь стоят, кстати, самый недорогой парник, двухметровый, всего 6,5 тысяч. Его можно просто так купить. Если что-то, у вас возникает вопрос, как купить нормальную теплицу, я покажу, когда он открывается. Вот так он открывается, и так он может стоять очень долго, кстати. Просто открыли с двух сторон, кстати. Это, к слову, о тех, кто думает, что парники у вас задохнутся. Нет, такого не будет. Вот такую штуку покупаете, в отличие от других, ее не сломает никоим образом. Потому что для того, чтобы закрыть, надо вот так ее приподнять, а не получается. То есть, вы все это можете купить сейчас, вы все это можете купить в рассрочку, то есть, заплатили понемножечку, да и потом купили. Никаких проблем нету. А еще вы можете получить скидку замечательную. То есть, принесли денежные средства в том количестве, которое необходимо, и вам, естественно, сделали скидочку. А теперь возникает замечательный вопрос. Вокруг, в городе Магнитогорске, очень-очень много различных теплиц. Кстати, вы сюда приедете, посмотрите внимательно. Здесь делают их не просто супер, здесь делают их круче, чем где-то. Плюс ко всему, внедряют различные вещи. Возникает вопрос, как на рынке Магнитогорска эта структура может развиваться? Ну, во-первых, здесь никогда вам не втирают и по ушам не проезжают. Если это четверка, лист четверочный, еще раз объясню, четверочку вы можете купить от 1200 рублей. Летом особенно. Представляете, да? Завод начинает выпускать всякую бодягу. Этот лист покупается зимой, когда все нормально. И вы даже попробуйте вот так продавить. Если не получается, то это хороший результат. Приедете сюда и попробуйте. Если такого не получается, я вам говорю, что не стоит даже покупать такие теплицы. Поверьте мне, тот, кто занимается, тот, кто делает это все дело в гаражах, в кооперативах, еще где-то, ему абсолютно без разницы. Он сегодня продал, а потом вы его и не найдете. Здесь люди работают, они никуда не деваются. Не первый год они здесь работают. Как только вы себе ставите теплицу, вы подписываете замечательный договор. Они никуда не деваются. Если какие-то у вас проблемы возникают, просто позвоните, к вам приедут и все это переделают. Если такое случится. Но это же не случится, потому что здесь теплица с 10-летней гарантией. 10 лет будет теплица стоять. Если, конечно, не будут сверхдорогие ветра, которые иногда сдувают. Но будем надеяться, этого не случится.